Трагедия в Цивильске никого не оставила равнодушными. Как уберечь детей от беды, обсуждали и в столичной администрации. Алексей Ладыков особое внимание уделил профилактике детской безнадзорности. Только в Чебоксарах на учете состоят более 500 детей из неблагополучных семей. Требую комиссиям по делам несовершеннолетних совместно с управлением образования еженедельно в летний каникулярный период проводить мониторинг занятости детей, находящихся в социально опасном положении. Закрепить за каждым ребенком ответственных лиц, воспитателей, социальных педагогов. Управление образования, систематически проводить разъяснительную работу с родителями. Алексей Ладыков также напомнил, что за бездействие каждый несет персональную ответственность, вплоть до уголовной. Еще одним вопросом повестки дня стало проведение капитального ремонта в учреждениях образования, культуры и физкультуры. В этом году на эти цели выделено более 200 миллионов рублей. В 2017 году впервые стартовала муниципальная программа перепрофилирования кабинетов для начальной школы в связи с высокой востребованностью мест в первых классах. Из бюджета города Чебоксары направлено свыше 7 миллионов рублей, в том числе в 61-ю школу, в 59-ю школу и в гимназию 4-ю. На сегодняшний момент во всех школах к работам приступили, в 4-й гимназии приступают с этой недели. Капитальный ремонт запланирован и в 128 столичных многоквартирных домах, в которых проживают более 30 тысяч человек. Предусмотрены ремонт системы электроснабжения, отопления, водоснабжения, ремонт кровли, лифтов. На общую сумму более 670 миллионов рублей. Татьяна Филатова, Дмитрий Ковалев, Расиль Мухаммедов, Республика.